Некоторое время назад в интернете появилась информация о том, что в городе-курорте Иссентуки стали возрождать исторические названия улиц, те самые, которые они носили до Октябрьского переворота 1917 года. Старые названия улиц стали дублировать на адресных табличках вместе с действующими названиями. При этом новые таблички несут исключительно информационный характер. О фактической смене названий пока речи нет. Идея возрождения исторических названий улиц принадлежит жителям города Иссентуки и поддержана администрацией. Практическая реализация инициативы началась еще в апреле. Вообще же тема наименований улиц была актуальна во все времена. Но, увы, не всегда и не всем везет так, как герою известной песни Юрия Антонова. А теперь возьмем, к примеру, Пятигорск. Пройду по Дунаевского, сверну я на Рожанского, на Рубина и Крайнего я постою в тени. Креативно получается, не правда ли? А главное, очень поэтично. А если по факту, то перечисленные четыре улицы названы в честь членов ЦИК Северокавказской республики, расстрелянных в Пятигорске во времена безвремения в период Белокрасного террора. А ведь история Пятигорска знает немало людей, чьи имена куда как более достойны быть увековеченными в названиях улиц. Генералы Георгия Еммануэль и Карл фон Сталь, граф Михаил Воронцов, архитекторы Самой Алиптон и Иван Байков, предприниматели Алексей Найтаки и Аршак Гукасов, и еще десятки ярких личностей, создавших славу уникальному городу-курорту. Сейчас повсюду началось обсуждение возможной отмены так называемой баллонской системы образования, в том числе и отказ от пресловутых основных и единых государственных экзаменов. Один из аргументов – тесты вместо глубоких знаний, в том числе и по истории собственного государства, города, улицы. Вот тут и возникает вопрос, а что может знать молодой житель Пятигорска, например, о генерале Еммануэле, проживая на улице, носящей имя некоего Рожанского? А вот другой пример – улица Теплосерная в Пятигорске. За 200 лет своей истории она неоднократно меняла название. Эти метаморфозы были отражены в свое время на аншлаге, размещенном на фасаде Нижней Родоновой лечебницы. Кстати, минимум лет за 10-12 раньше упоминавшихся выше табличек в городе Иссентуки. Ныне же этот аншлаг представляет собой жалкое зрелище. Так о какой замене баллонской системы на некий специалитет или вовсе возврат к советской системе образования может идти речь, если наше молодое поколение видит вот такое отношение к истории собственного города.